Новая Я Новая Я Менторская программа была организована на обоих берегах Днестра в рамках совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра, финансируемая Швецией». Благодаря ЮНЕЙЦ за период 2019 по 2022 год эта программа дала возможность 120 женщинам и 16 мужчинам из 8 регионов страны – это Тирасполь, это Бендеры, Рыбница, Бельцы, Камрад, Кагул, Кишинев и Фолешт – узнать и отстаивать свои права на достойную жизнь. Участникам была предоставлена возможность развивать свои психосоциальные навыки, получить больше знаний о правах, о самостигме, о дискриминации со стороны общества и о гендерном насилии. Девять женщин и один мужчина прошли обучение в качестве менторов для обеспечения программы по наставничеству. Новая Я – это мероприятие, которое объединяет всех наставников и наставниц, менторская программа для женщин, живущих и уязвимых к ВИЧ, который поделится сегодня своим личным опытом и эмоциями в рамках проекта. Сегодня мы узнаем, как изменилась их жизнь, как они осознали и что они осознали на пути к личностному и профессиональному развитию. Женщины, сидящие здесь, но и те, которые подключатся к нам онлайн, будут готовы поделиться с нами своими знаниями, но и эмоциями. Мероприятие транслируется в прямом эфире на платформе «Приветск.Еу», а также на странице «Юнайтс» в Молдове на Фейсбуке. А теперь я приглашаю вас в трехминутное путешествие, в котором мы узнаем ближе историю Ани, как изменилась ее жизнь после участия в проекте. Аня – одна из участниц, которые получили в рамках этого проекта менторство программы для ВИЧ-позитивных женщин. Внимание на экран. Мне сказали, что у вас спит, вы скоро умрете. После того, как я узнала о своем статусе ВИЧ, естественно, я впала в депрессию. Мне не хотелось на тот момент ничего, ни жить, ни радости. Я просто думала о суициде. В 2011 году, когда я узнала о своем статусе ВИЧ, врачи предложили мне терапию, таблетки пить. Я отказалась. А потом у меня резко началась сильная диарея. Я, как бы, даже не думала, что это из-за того, что у меня падает иммунитет. Я ездила в Кишинев, лечилась, тратила деньги. Как, в общем, самолечением занималась. В общем, ни одни таблетки меня уже не брали. Когда я уже, ну, ходить, у меня уже осложнения пошли на сердце, я попала в больницу. На тот момент я уже была согласна на все, что только я желала. За два года, с половиной где-то, я уже полностью восстановилась. Все хорошо, идут обретки вовремя. В рамках этого проекта у меня есть ментор. Он нам помогает и психологически, и морально, и физически. Он поддерживал меня всегда, когда я лежала в больнице, когда мне было плохо. Я всегда могу обратиться в эту группу и попросить о помощи. Мне никогда не откажут. У нас проводятся еще обучающие тренинги в Зуме. Там мы многое, о чем узнаем для нашего развития. Благодаря тренингам, благодаря группам, нашим менторам, я стала другой. Мне даже жить хочется. В данный момент я сейчас начинающий волонтер. Я помогаю животным, бездомным. Жизненный путь Вероники и Татьяны из Бельца, а также Надежды из Террасполя очень похож на историю Ани. Сегодня эти женщины поделятся с нами своими эмоциями и переживаниями. Они расскажут, как им удалось измениться, и как программа по наставничеству побудила их заявить о своих правах. Более того, они раскроют свою душу, и мы сможем увидеть ее в самых красочных, ярких оттенках и цветах. А поможет нам в этом сегодня художница Дарья Руссу. Итак, пока Вероника, Надежда и Татьяна будут рассказывать нам свои истории, Дарья перенесет на экран их эмоции. Таким образом, в конце мы увидим три картины, которые покажут нам, через что прошли наши героини. Мне очень приятно, что они уже тут, и я приветствую Веронику. Вероника одна из участниц программы по наставничеству. В прошлом году она приняла решение не бояться, что скажут и подумают о ее вич-сатусе другие люди. Ей удалось преодолеть трудности не только в социуме, но и в личной жизни. И с недавних пор ее новый статус – счастливая семейная жизнь. Мы очень рады, я вас приветствую. Добрый день. Здравствуйте. Дорогая Вероника, спасибо вам большое, что вы согласились принять участие. Скажите, пожалуйста, немножко подробнее о себе. Меня зовут Вероника. Я работала много лет на швейной фабрике. И я многодетная мама, у меня трое детей. На данный момент я замужем, и счастливая мама. Со статусом я живу 12 лет уже. Скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытывали до того, как попасть в эту программу, и что изменилось за это время? До того, как попасть в эту программу, конечно, чувства были очень мрачные такие, потому что оказалось, что ситуация безвыходная. Когда я услышала, узнала о своем статусе, это как будто жизнь оборвалась. Это все сразу. Когда был такой вопрос, как бы, а когда я умру, что будет дальше? И когда я уже обратилась за лечением, я стала пить терапию, принимать. Это было немножко тоже неудобно, потому что очень много таблеток нужно было принимать и утром, и вечером. То уже меня успокаивала моя и подруга, и ментор мой. Она сказала, что это не смертельно, с этим люди живут всю жизнь. Да, Татьяна. И с этим можно жить нормально, полноценной жизнью. И когда я была со статусом, то есть я еще одного ребенка родила, тоже полноценного, здорового. И принимала терапию также и дальше. И что меня порадовало, то, что терапия, она более как шагнула вперед, потому что мы уже не пили так много таблеток, мы уже пили одну всего лишь в день. И это уже облегчало, то есть очень удобно. Вероничка, давай по-другому чуть. Просто девочка переживает, она первый раз, наверное, здесь сидит. Давай вот по-другому чуть посмотрим. Смотри, вот перед тем, как мы с тобой познакомились, я помню, я тебя узнала уже вот так вот близко в 19-20 году. Вот Танюша, твой ментор, меня познакомила. Ты могла бы вспомнить свое состояние вот тогда, когда ты зашла в эту программу, когда я знаю, что Таня, она и до менторской программы с тобой работала, она тебя поддерживала и как подруга, и как ментор. И так же самое, когда ты вошла в менторскую программу, у тебя были определенные жизненные трудности. И было определенное эмоциональное состояние внутреннее. Могла бы ты вот чуть-чуть вот туда вернуться и вот вспомнить то состояние, и как вот ты вот шла к тому, к такой красивой веронике? Это было состояние страха и неуверенности в себе. Страх почему? Потому что, чтобы категорически никто не узнал из соседей, из сотрудников на работе, потому что это сразу я могла бы потерять работу. Остаться на улице и страх того, что я могла бы не устроиться на другую работу, потому что все бы знали бы. У нас город небольшой, и это была бы очень большая трудность. Плюс страх в медицинском обслуживании, так как врачи очень предвзято относились, ну, и относятся и до сих пор к нам, потому что даже... То есть ты сталкивалась с дискриминацией в медицинских учреждениях? Да, 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 когда я родила третьего ребенка, я столкнулась с этим лоб в лоб. И не только... Они как увидели мой статус, что у меня ВИЧ, все, само обслуживание, само оказание помощи, его практически не было. И я потом обратилась к ментору, к Татьяне, и мы, значит, я обратилась с жалобой на медицинское учреждение. Был создан консилиум, где были все эти врачи, вся эта смена, которая меня принимала, меня аж трусило от страха. Вот, и они не ожидали, конечно, что человек с ВИЧ-статусом пойдет на такой шаг. Но я пошла благодаря тому, что я знала о своих правах, что я знала, что... Ты узнала. Я узнала, да, о своих правах, что я могу отстоять и защитить себя, чтобы после меня другая девушка, женщина, которая будет на моем месте, чтобы с ней не обошлись так, а в дальнейшем со мной уже у других врачей как бы не было желания поступить со мной так, как они поступили. А скажите, Вероника, вот после того, как вы дали эту жалобу, как вы ощутили себя, и вот изменилось все-таки их отношение к вам или нет? Как изменилась ваша жизнь? Вы знаете, во-первых, я себя почувствовала уверенно. Я почувствовала себя человеком, который имеет права, так же, как и все остальные люди. И просто когда был этот консилиум, я увидела, что они были и недовольны, и напуганы потерять свое рабочее место тоже. И я думаю, что у них не будет желания, у них будет какая-то все равно боязнь, опаска так поступить. Но это неправильно, то, как они поступают по отношению к таким людям, как я, с таким статусом. Я хотела уточнить, Вероника, вот в этой программе вы впервые встретили и в других женщин, у которых ВИЧ-статус, так? Да. Впервые. И вы, как я поняла, почувствовали себя окруженной, вот есть поддержка, есть люди, которые тебя понимают на 100%. Защищенной уже почувствовали себя, что я тоже защищена. То есть, чуть-чуть подробнее могу дополнить. Вероника и до менторской программы, она уже соприкасалась с ВИЧ-позитивными женщинами, но менторская программа помогла ей понять и увидеть, если я что-то не так, то ты меня подправь. Услышать, во-первых, что в чем сила вот этих вот встреч женщин, да, в том, что когда Вероника слушала других женщин и их проблемы, ей было легче принять свои проблемы и легче решать эти проблемы. Поэтому Вероника знала и до тех пор других женщин, но благодаря вот этой менторской программе, насколько я понимаю, Вероника приобрела вот эту внутреннюю силу благодаря вот этим встречам. Я правильно сказала? Да, да, потому что... Не бойся поправлять меня. Потому что такое бытовало мнение, что ты ничего не добьешься, что так оно и будет. Мы простые люди, и для нас везде закрыты двери. Не, мы не простые, и поэтому для нас закрыты двери. Вероника, этот пример прекрасный, то, что вы сказали, вот как вы преодолели стигму в социуме. А что касается личной жизни, если бы вы могли немножко поделиться вашей историей, как изменилось ваше жизнь? А можно я чуть-чуть все равно назад, потому что я знаю, что у Вероники был очень хороший тоже положительный опыт в вопросе защиты своих прав на работе. Во время пандемии это было очень сложное время. Мы вообще были тогда все в шоке, грубо говоря, потому что мы никогда не работали онлайн. И наши женщины, это не те женщины, которые имеют айфоны. Не все, по крайней мере. У них социальный уровень, к сожалению, пока не позволяет всем иметь гаджеты. И это, конечно, были сложности. И Вероника одна из тех, которая во время пандемии пострадала на своей работе. Вероничка, можешь рассказать? Да, это было время пандемии, тогда, когда нас отправили за... Ментору, чтобы она мне подсказала, к какому социальному ассистенту я могу обратиться, потому что это частная, это не государственная компания, частная. Но тем не менее, они, платя налоги, они могут себе позволить обратиться, так поступить с людьми, которые у них работали. И они, конечно, не выплатили нам просто процентную ставку, которую они должны были выплатить, но они дали мне отпуск, на который я тоже по закону, как бы я не имела права, потому что мне не хватало еще дней, доработанных до отпуска. Они, получается, дали мне отпуск наперед. То есть, проще говоря, они тебя сначала хотели отправить за свой счет в отпуск, но благодаря тому, что Вероника, я как помню сейчас эта ситуация, когда проходил тренинг, по-моему, по самостигматизации, Вероника открыла вот эту вот ситуацию, и благодаря вот нашему социальному ассистенту Наталье, она помогла понять, узнать, вернее, свои права, и на следующий месяц, уже когда мы встречались, Вероника уже рассказывала более такая уверенно, она вот сказала, вот я пришла туда, я им сказала, что вы не имеете права, потому что я вот имею... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выход, я знаю, что он есть, просто его нужно искать, обращаться за помощью, не нужно бояться, потому что помогут, если даже я не знаю всех законов, я не знаю даже кому обратиться, меня направят даже правильно кому обратиться и рассказать свою ситуацию, чтобы мне могли правильно помочь. Спасибо Вам большое, Вероника. Да, личную жизнь мы никак не пропустим, так как я... Там тоже хорошая история. Расскажите, вот какая главная перемена случилась всё-таки и в Вашей жизни, потому что поэтапно вот мы говорили о правах, как Вы боролись, потом уже перешли, и хочется всё-таки узнать ближе, как изменилась Ваша жизнь и на личном фронте. Ну, я познакомилась с мужчиной, мы начали встречаться, как бы, да, какое-то время вот мы общались, встречались, он уже узнавал мою семью, моих детей, всё как бы шло к тому, чтобы он сделал мне предложение, но единственным нераскрытым вопросом, вот как бы он всё обо мне знал, о моей семейной ситуации, сколько детей у меня, всё, но единственное, чего он не знал, это о моём ВИЧ-статусе, то есть, и тут уже стал вопрос, как ему об этом рассказать и какая будет у него реакция, захочет ли он меня принять такой, такую. И в один, я долго собиралась, не знала, как с чего начать, и в одну из встреч я ему сказала, что мне нужно с ним поговорить серьёзно, что-то рассказать, чего он не знает ещё обо мне. и я когда рассказала, он спросил, что это такое. Он не знал, он не сталкивался с ВИЧ. То есть я его проинформировала. Да, я проинформировала, чтобы он не боялся. Молодец. Рассказала ему, как это передать. Я в одно и то же время, каждый вечер принимаю терапию. И если он хочет узнать больше, то есть я могу подойти с ним к врачу, который меня ведёт, к Лилии Андреевне, инфекционисту. И она просто ему на медицинском языке объяснит более подробно, если он хочет это знать, потому что я ему сказала, что и дети у меня рождены тоже в этом статусе. Дети здоровые, дети полноценные, адекватные, они хорошо учатся, они хорошо окружающие, они очень хорошего мнения. И какая была его реакция? Очень интересно. Да, он выслушал меня, и он сказал, что я от тебя не откажусь. А через сколько время после знакомства вы задали этот вопрос? Где-то через полгода. То есть всё-таки было страшно? Не то, что мы просто не соприкасались. Была пандемия, мы не так сильно, мы больше и онлайн больше общались. Но, наверное, всё равно было, когда мысль... Да, да. Просто я хотела бы уточнить. Я знаю, что Вероника в прошлом году, когда мы с Людмилой делали интервью, когда Вероника открыто начала говорить о своём статусе, она переживала, потому что на тот момент её настоящий сегодняшний муж не знал ещё. И мне интересно, он смотрел это интервью твоё? Я не знаю. Потому что вот некоторые женщины, они боятся говорить о себе больше, давать интервью, думая, что вот кто-то услышит, кто-то посмотрит не так. И тогда это был... Я думаю, что тогда был первый шаг, когда Вероника получила вот эту внутреннюю свободу, и тем самым она сама себе помогла, когда она дала интервью и сказала, что она живёт с ВИЧ-статусом. И я помню, мы тогда с Татьяной ещё говорим, ну слушай, это вот хорошая возможность уже сказать. Да, но этот страх был ещё потому, что приравнивается, вот что ВИЧ, если знают, что у тебя ВИЧ, то всё, у тебя спит. И вот эта сама болезнь, у неё какое лицо? У неё лицо наркомана, какого-то там такого человека, который ведёт аморальный образ жизни, либо этот человек не воспринимается как личность, которая может быть тоже серьёзной, порядочной. И вот поэтому такая реклама как бы вот у этой болезни, что... Да, спасибо вам большое, Вероника. Я уверена, что много стереотипов были развеяны нашей первой участнице. И так как к нам подключилась и Надежда, участница из Тирасполя, я хочу вас тоже попросить рассказать немножко подробнее о себе. Добрый день. У нас незапланированный долгий был приезд, дольше, чем мы ожидали. нас очень долго пропускала таможня. Меня зовут Надя, мне 30 лет. Я живу в Тирасполе. Скажите, сколько лет вы уже живёте с ВИЧ-статусом? Чуть больше 10 лет. Я поняла. Какие чувства вы испытывали? Тот же вопрос я задала и Веронике. До того, как вы попали в эту программу и уже сейчас. Как вы ощущаете этот переход эмоциональный, душевный? Как изменилось ваше внутреннее состояние? До прихода в программу, вот три года назад, я, в принципе, за свои годы жизни с ВИЧ довольно-таки адаптировалась и неплохо жила, но как раз в период перед программой, за три года, у меня рождались дети. Я их рожала в Тирасполе, где не самым лучшим образом относятся к ВИЧ-инфицированным женщинам. Можете дать пример? Отдельные палаты, то есть нас называли изгоями, нас не выпускали в коридоры, и это опять же напомнило мне каким-то образом, даже не напомнило, это, наверное, впервые меня столкнуло с тем, что я какая-то не такая. Если до этого я всегда могла выбирать специалистов или мне попадались все нормальные, то вот как раз в тот период времени плюс гормоны, плюс маленькие дети, и это все меня очень сильно утягощало. Кроме этих трудностей, может быть, через что еще вы прошли? Была ли дискриминация от каких-то других лиц? И как вы себя чувствуете? Теперь вы чувствуете себя уверенно? И как изменилась ваша жизнь? Безусловно, в лучшую сторону. То есть я не только поняла и вернулась обратно к прежнему, потому что я такая же, как я и есть, что я в первую очередь теперь смотрю снова на себя, и несмотря на все сложности, которые там некоторые люди, события, те же врачи, та же дискриминация, там что-то против моих детей направленное. То есть я в первую очередь, это я независимо от того, есть у меня ВИЧ или нет у меня ВИЧ, и наоборот, во мне теперь даже больше уверенности в том, что... Как это сформулировать до конца? Что ты женщина. Что я женщина, что я личность. Естественно, мы всегда не должны забывать, что мы женщины, во-первых, а статус — это просто часть жизни, потому что я думаю, что каждый из нас в определенный момент проходит через разные события, и никогда не надо забывать о своем достоинстве, неважно, какой у тебя статус. А скажите, вот, Надежда, я знаю, что ваша история была опубликована в глобальном отчете Юнейц и стала источником для вдохновения для очень многих женщин мира. Вот какие качества вы приобрели за это время, которые могут помочь женщинам, не только присутствующие здесь в зале, и, может быть, которые будут слушать нас уже онлайн. Что бы вы сказали этим женщинам сейчас? Вот именно так, как наше мероприятие «Новая я», вот «Новая надежда». Что она бы сказала сейчас этим женщинам? Ни в коем случае не бояться, не стесняться, не ограничиваться, не загоняться в какие-то рамки. То есть я — это в первую очередь я. Я — это личность. И неважно вообще... Ну, всё, что пытаются там навешать, быть собой и... Ну, оставаться собой дальше. Какого цвета вы себя ощущаете, вот именно внутренний я, да? «Новая надежда», какая она внутри? Розовенькая, красненькая. Ну, какая-то вся цветущая, цвета разноцветных цветов. Ирина, если вы хотели... Я, Ирина, окей. То есть, ты начинала, как говорите, очень мало. Хорошо. Ну, просто на самом деле для меня Надя, когда, может быть, Надюша не помнит, ну, помнит, как не помнит, это же её путь. Когда я первый раз увидела Надюшу, её менторка Наталья Поломарь, она подошла ко мне и говорит, что с тобой хочет... К тебе походишь прийти на консультацию. Одна девочка, она зависит от антидепрессантов. И мы с Надюшей встретились. Естественно, какая Надя тогда была, это было, я как сейчас помню, это буквально перед пандемией Надя успела приехать в Кишинёв, и мы с ней встретились. И какая Надя тогда была, и какая Надя сейчас, это реально новое. То, что Надя сегодня даже не пьёт антидепрессанты, ну, не знаю, для меня это, для бывшей зависимой женщины, это очень большой результат. Потому что Надя, если она перестала пить антидепрессанты, это говорит о том, что она уже научилась управлять в той или иной степени своими эмоциями, и не прибегает к препаратам, да. То есть это большой шаг для её ментального здоровья. Кроме этого, Надя на самом деле, я знаю, что у неё двое деток, у неё непростые отношения с мужем, но тем не менее, сегодня Надя, она более уверенно говорит даже о том, о своих отношениях с мужем, да. она уже, как я чувствую, мы с ней не говорили на эту тему, но она уже не боится и не зависит от мнений и как она справится одна с детьми. А это, я считаю, большой результат. Да, Надежда, я благодарю вас. Я уверена, что каждая из наших участниц не боится говорить не только о своих правах, но и почему бы нет и поделиться своей историей, потому что это очень важно для других женщин, но и мужчин, которые, может быть, столкнулись с этой проблемой, столкнулись с стигмой, и им страшно. И это нормально, потому что мы все живые люди и сталкиваемся с страхами, с стереотипами общества. Я хочу и имею большое желание объявить следующую участницу. Это Татьяна, она наставница, которая живет с открытым лицом, и она прошла весь путь от самостигмы, дискриминации до профессионального развития. Теперь она помогает уже другим людям, которые живут с ВИЧ. Татьяна? Да, здравствуйте, я всех приветствую. Да, скажите, пожалуйста, и вы также, вот сколько лет вы уже с ВИЧ-статусом? И немножко добавить, что вы бы хотели сказать о себе? Ну, я живу с ВИЧ-статусом уже 25 лет. Вот, и если рассказать свою историю вкратце, то я скажу, что для меня не было неожиданностью о том, что я узнала о своем ВИЧ-статусе, потому что я была к этому готова. Ну, за два года до этого мне муж сообщил, что у него ВИЧ-статус, и я приняла решение в те годы, что если это любовь, и мы живем вместе, то это будет доказательство моих чувств к нему. И я сказала, ну, хорошо, если умирать, так вместе. потому что на тот момент это звучало так, если у тебя ВИЧ, значит, продолжительность твоей жизни год-два. И на тот момент я забеременела, и я, как сейчас помню, несмотря на то, что я была готова к тому, что однажды это прозвучит, что вы ВИЧ-статус положительное, но я никак не ожидала, что это будет тот момент, когда я узнаю о том, что я беременна. Я сидела тогда в кресле у себя дома, очень сильно плакала, и просила Бога дать мне знак, стоит ли мне рожать этого ребенка или нет. И вот с этого момента началась моя дружба с Вероникой. Тогда постучали мне в дверь, я открыла двери, стояли две девочки, здравствуйте, мы свидетели Еговы, принесли вам благую весть. Я говорю, заходите, девочки, вы себе просто не представляете, какую вы мне весть принесли. И естественно, было давление врачей, потому что мне говорили, что я не должна в таком положении рожать ребенка, меня только поддержал врач санэпидемстанции Бекишев, он сказал, рожай, Татьяна, не бойся, у ВИЧ-положительных родителей рождаются здоровые дети. На тот момент я вымаливала Бога каждый год, чтобы он дал возможность мне вырастить ребенка и увидеть ее, и хотя бы, чтобы она научилась говорить к тому моменту, когда меня не станет. Я уже распределила среди своих друзей обязанности по уходу за моим ребенком в случае, когда меня не станет. Но слава Богу, то, что когда-то являлось моей очень большой мечтой, стала реальностью. Я мечтала о том, чтобы были какие-то препараты. Потом, когда это была кипа таблеток, которая дала побочку, у меня была липодистрофия, у меня вообще был низкий иммунитет и стадия СПИД. Я с этой стадии только вышла в прошлом году. И хочу сказать, что тогда наши мечты, наши все разговоры были о том, как бы мы хотели, чтобы медицина сделала прогресс. И на сегодняшний день одна таблетка – это чудо, это вообще просто огромное спасибо всем, кто это изобрел и разработал. Спасибо большое. Но я сталкивалась с дискриминацией. Очень часто это было в медицинских учреждениях. Началось это вообще с момента, как я инфицировалась. Потом я столкнулась с очень сильной дискриминацией в доме. Меня вообще не выпускали из палаты. Ко мне не приходили, ребенка не пеленали. В итоге мне пришлось уйти не через парадный вход, а выйти через, скажем так, служебный выход. Я вышла с ребенком. Это был стресс для меня. Как я тогда сказала мужу, я прошу тебя, забери меня. Тут невозможно находиться. Дальше это семейный врач, где писали на карточках красными буквами ВИЧ-инфицировано. Это была надпись у ребенка на карточке. Мы стирали эти надписи, они снова появлялись. Это было на каждой странице и каждый раз приходилось приходить к врачам и говорить, что я не наркоманка, я не девочка легкого поведения. Почему-то, я не знаю, нужно было мне для, наверное, для собственной уверенности какое-то, вот чувство стыда постоянно было, говорить каждому врачу, что я хорошая мама, что я хорошая дочь и порядочная жена. Татьяна, скажите, вот вы сталкивались, как и другие участницы с дискриминацией, как вы преодолели дискриминацию и благодаря именно этой программе по наставничеству, как программа помогла вам пройти через и дискриминацию, и вот неприятие общества, как вы, как изменилось в вашей жизни? Ну, программа в первую очередь мне помогла почувствовать себя уверенной, она отделила меня от инфекции, но я приняла себя вот как единое целое, вот, и здесь я увидела все свои положительные качества, вот, я прям себя полюбила, потому что у меня были и у меня было много комплексов, скажем так, еще у меня было большое чувство вины по отношению к своей дочери, вот, благодаря программе я сейчас восстанавливаю правильные отношения в семье, знаете, у меня еще были очень большие трудности связанные с моей с семьей, с мамой, с папой, с братом, и на протяжении долгой жизни я не могла понять, что произошло, у нас очень сильный раскол был в семье, и вот, когда я вошла в эту программу, и мы вернулись постепенно в детство, в юность, я увидела вот этот этап, и я поняла, почему это произошло, я перестала себя винить, я приняла эту ситуацию, я отпустила ее, я простила родных и близких, вот. Наверное, прежде всего простила себя. Да, я сказала, мне кажется, я сказала, что я простила себя. Если бы сейчас у вас была бы возможность дать совет всем женщинам, всем мужчинам, которые ВИЧ спит, что бы вы им посоветовали, пожелали? Относительно программы или вообще относительно жизни. Я думаю, что относительно жизни, потому что каждый из вас такой очень яркий, позитивный пример, и вот из того, что вы, можно, может быть, даже сказать, что это совет и для вас из прошлой. Как полюбить себя так, чтобы вот не иметь никакое чувство вины и не стыда? в первую очередь не винить себя, потому что каждый раз я помню себя, когда я думала о том, что если бы я не приняла бы решение, если бы я не инфицировалась, как бы моя жизнь продолжалась бы без инфекции. Эта инфекция есть, с ней нужно подружиться, и я думаю, что я бы посоветовала принять себя, потому что в каждом человеке, независимо от его заболевания, есть множество положительных качеств, да, положительных качеств, и, наверное, нужно обращать на это внимание, потому что большинство людей живут с разными другими заболеваниями, и они не акцентируют на этом. А вот именно, а вот вы наставница, да, вот как эта роль помогла вам не только помочь другим, но и вам лично? Ну, мне в первую очередь я познакомилась с собой, вот, скажем так, потому что легче всегда замечать кого-то, легче принимать участие в жизни кого-то, советовать, рекомендовать. Знаете, я, ну, если сейчас проанализировать мою жизнь семейную до и после, я всегда считала, что все хорошее в нашей семейной жизни это от меня, а все, что не получается и плохое, это от моего мужа. в какой-то момент я помню, я позвонила Ире и говорю, все, я хочу, чтобы мой муж ушел, и у меня не будет никаких проблем, и тогда она стала задавать мне вопросы, ты правда думаешь, что если он уйдет, то в твоей жизни вот изменится вот этот момент, этот момент, и знаете, на сегодняшний день я научилась задавать себе вопросы. Еще очень такой ценный для меня опыт, я поняла, что я не должна быть сильной женщиной, как я раньше думала, я женщина, я должна, и взяла на себя эту ответственность, а оказывается, я не сильная женщина, и мне не стыдно сегодня быть слабой, вот, и мне не надо доказывать кому-то, что я могу, я впервые теперь говорю, а я не могу, я не справляюсь, мне даже раньше было стыдно плакать, когда у меня что-то не получалось, я же держала эту марку, что я сильная, я сильная жена, я сильная мама, я во всем сильная, сильная дочь, вот, сегодня я могу быть настоящей, вот, сегодня я не стесняюсь, когда у меня что-то не получается, вот, спасибо вам большое, я действительно благодарю вас, и за то, что вы вот такие настоящие, с блеском в глазах, и готовы поделиться вашими эмоциями, потому что это очень важно, передача этой энергии и вдохновения, основная особенность менторства заключается в том, чтобы найти человека, который мог бы вдохновить собственным примером или поддержать в нужный момент ценным советом. О развитии и продвижении менторства среди людей, живущих с ВИЧ, расскажет нам Ирина Горячая, национальный координатор этого проекта. Уже 20 лет Ирина оказывает психологическую поддержку людям, живущим с ВИЧ, так как она сама прошла этот путь, что может быть более ценным, чем передать свой личный опыт, потому что это, наверное, самое-самое, то, что пока не пройдешь этот путь, не сможешь передать ценные советы другим. Спасибо вам, Ирина, и я хотела бы вас спросить, вот, что вас мотивировало быть координатором этого проекта? Ну, я думаю, что в первую очередь меня мотивирует вообще по жизни такой принцип, это реально принцип моей жизни, все, что ты получила, отдавать. У меня такой нелегкий, ну, нет, у меня прекрасный жизненный опыт, я в старости напишу книгу, но вот этот опыт, я, так скажем, вложила вот в эту менторскую программу, потому что я знаю, что я не просто женщина, живущая с ВИЧ, прежде всего, я личность, я женщина, которая проживает такие же сложности жизненные, как и любая другая женщина, а то, что у меня есть определенный диагноз, это меня никак не характеризует, лучше или хуже, да, и прежде всего была моя мотивация не только даже ВИЧ-позитивным женщинам, я сегодня с большим удовольствием оказываю психологическую поддержку и женщинам не с ВИЧ. Принцип получил, отдай, он работает, то есть это, ну, закон бумеранга, да, и меня вселенная так ведет, всегда мне помогают, я, наверное, меня поцеловал, и я это передаю женщинам, то есть, поэтому это самая большая мотивация. Если говорить о самых главных результатах программы, какие они, как вы их можете описать сейчас, вот, когда эта программа, как бы, когда мы подводим итоги? Ну, а цифры скажет Наталья, потому что она больше следит за цифрами, я больше, как бы, вот, отдаю по вашим ощущениям, да, я сказала бы, что вообще это очень хороший такой, на мой взгляд, продукт, потому что я еще раз говорю, что здесь именно жизненный путь женщины, живущие с ВИЧ, и результат то, что мы смогли охватить 8 регионов Молдовы, Молдова не такая большая, и 8 регионов охватить, это, я считаю, что это хороший результат, да, второе, я считаю, колоссальным результатом того, что менторская программа в 20-м году, пусть это полгода, она трансформировалась, мы подключили мужчин, и я бы очень хотела, чтобы у нас будет мужчина в зуме, я бы очень хотела, чтобы он тоже сказал, это тоже результат, еще каким результатом, Наталья, может быть, ты мне поможешь? Наверное, самый большой результат, который нам удалось достичь в этой программе, это то, что нам все-таки удалось расширить гендерный показатель, потому что мужчины это тоже являются частью того, что формирует общество, и в том числе и женщину, взаимодействие между мужчиной и женщиной, это тоже ключевой момент роста для каждого. Также хорошие результаты, которые мы получили, это, наверное, тот вызов, который нам пришлось преодолеть во время разгрева пандемии, ковид, почему? Потому что это был очень такой огромный вызов не только наладить коммуникацию, но и помочь и оказать социальную поддержку женщинам в процессе самоизоляции, когда вырастает самый большой риск остаться наедине со своими проблемами и по сути быть изолированной не только от какой-то помощи, но и от в принципе всего мира. Это такое чувство глубокого одиночества, которое сложно преодолеть будучи самой, а еще сама ситуация была неизведана, не понята и это удваивало усилия, усиливало саму эмоциональную атмосферу. И благодаря развитию менторской программы нам удалось преодолеть вот этот барьер, наладить коммуникацию и это был такой хороший свежий глоток воздуха, который женщины поглощали с достаточно большим удовольствием, то, что радовало и мы понимали, что нужно дальше в этом направлении работать. Также менторская программа стала хорошим инструментом для оказания помощи, особенно в материальном аспекте. Были организованы различные перевозы продуктов, продуктовых пакетов и гигиены по защите от ковида. Также благодаря развитию менторской программы удалось и разработать хорошую модульную модульную программу по преодолению насилия в современном мире, то есть повысить уровень грамотности женщин о новых формах насилия, в том числе и на порталах интернета, так как мы понимаем, что будучи в самоизоляции, кто остается нашим большим другом? Конечно же, соцсети. И тогда нам приходится сталкиваться с определенными формами коммуникации, и, конечно же, никто не отменял дискриминацию и в соцсетях. Поэтому это тоже был хороший инструмент, я имею в виду ковид, как возможность рассмотреть форму насилия не только при прямом контакте, но и в соцсетях. Также менторская программа является хорошим показателем для того, как женщины преодолевали самостигматизацию, так как сталкиваясь с дискриминацией и определенными непринятием со стороны общества, конечно же, у нас внутри порождаются свои комплексные переживания, какие-то установки. И в процессе работы с менторами, в процессе работы с подопечными эти все установки начинают понемножку прорабатываться и начинаем понимать, где является суть, а где все-таки это навязанные мысли, с которыми нам приходится сталкиваться как следствие дискриминации, как следствие изоляции и так далее. Поэтому выполнение. Я бы хотела только, Ирина, если вы можете представить более полную информацию, дать... А Наталье? Да, Наталье. Наталья это социальный ассистент. Она очень внесла, внесла, я считаю, очень значимый вклад в внедрение менторской программы. Мы с Натальей вместе создали, разработали при финансовой поддержке ЮНУ, а в 20-м году трехмодульную программу по преодолению насилия под названием «Изменить себя или изменить себе». Наталья, вот я говорила в вопросе Вероники, Наталья очень активно участвовала как социальная ассистент. Да, благодарю за дополнительную информацию. И я хотела бы узнать, Ирина, какие главные уроки вы извлекли из этой программы, из вашего личного опыта при общении с женщинами, и что бы вы сделали по-другому? Ну, на самом деле уроки они всегда есть, да, сколько будешь жить, столько будешь учиться. Главный урок для меня, что женщина это уникальная личность, в которой есть очень огромный потенциал, ресурс, силы, мудрости. Просто исходя из определенных стереотипов и ложных убеждений, это все было забито, где-то, да, и я все-таки учусь у каждой женщины. Каждая женщина это частичка такой вселенной, где я понимаю, что мы все уникальны, да, и каждый из нас проходит свой жизненный путь, и каждый из нас, проходя этот жизненный путь, он приобретает определенный урок, а урок это опыт, поэтому вот каждая женщина это история, это красивая история, и я этому учусь каждый день. Ирина, спасибо вам, конечно же, каждый из нас имеет свою историю, вот если очень кратко, вот какой урок вы извлекли для себя, ну очень кратко, одним предложением, участвуя в этой программе и координируя ее? Это урок для меня, что каждая женщина, это реально урок для меня, знаете, ну казалось бы, имея такой опыт жизни, 14 лет употребления наркотиков, 25 лет живя с ВИЧ-инфекцией, проходя определенные тоже жизненные трудности, когда умирала от туберкулеза, то есть это все, это мой опыт, да, но, казалось бы, уже всему научилась, но я вам серьезно говорю, как бы, это урок для меня, вот каждая женщина, это урок того, что сколько будешь жить, столько будешь учиться, но важно вот этот путь, вот эти сложности, эти трудности воспринимать не как за трудности, а как за урок и за опыт, я этому до сих пор учусь, наверное, буду всю жизнь учиться, что, знаете, просто такие есть стереотипы, когда у человека какая-то сложная ситуация, мы люди сразу раз, лапки поджимаем и все, и как будто бы жизнь закончилась, но сейчас, благодаря этой менторской программе и вот разным историям женщин, я поняла, что сложности, трудности в жизни, они нам даются для урока, для опыта, и потом этот опыт передать другим. спасибо спасибо вам большое, что вы передали этим женщинам свой личный опыт. Я ей передаю дальше. Да, и я думаю, что это... Кстати, я забыла еще один результат, у нас очень хороший результат. Про мужчин? Нет, Юнейц, Молдова уже передает даже свой опыт в Казахстане, вот меня пригласили для того, чтобы я передала опыт менторской программы уже в другой стране, я считаю, что это тоже большой результат. Конечно же, программа, скорее всего, будет продолжаться, вот почему она будет продолжаться, по вашему мнению? Ой, ну, прежде всего, для меня менторская программа это еще профилактика ментального здоровья. Я считаю, что она нужна всем людям, особенно сейчас, во время пандемии мы столкнулись с очень серьезными проблемами психического здоровья людей, потом военное положение в Украине, это еще больше усугубленностие, убило не только людей, живущих с ВИЧ, но и все человечество, а люди, живущие с ВИЧ, они более уязвимы в таких ситуациях, поэтому я считаю, крайне важно и необходимо проводить вот эту профилактику ментального здоровья у женщин, у мужчин, живущих с ВИЧ. Если вас интересуют еще мужчины, я могу сказать тоже. Я думаю, что мужчины сейчас подклюют, да, потому что нам будет очень приятно услышать и участник, не только участницах, но и мнение участников, которые подключились к нам через онлайн, но до этого я хочу поблагодарить нашу художницу Дарю Русу, которую, как вы смогли увидеть в течение диалога, она смогла передать не только душу, но и сердце наших героинь. И я бы хотела спросить из тех, которые подключены к нам и слушают онлайн, кто хотел бы поделиться своим мнением и может быть почему нет рассказать свою историю? Конкретно попросить, потому что там трое человек, и они... Скажите, Денис, если вы с нами, скажите, пожалуйста... Всем добрый день, я с вами, меня зовут Денис. Здравствуйте, да. Денис, расскажите, пожалуйста, как вам вот... Как вы себя чувствуете сейчас, вот как... Какие эмоции вы ощущаете и насколько вы ассоциируете вот эти три истории, которые мы сейчас услышали, в принципе, четыре с Ириной, которая координировала этот проект. Какие вы эмоции испытываете как участник этой программы? Ну, во-первых, я испытываю эмоции, потому что я сам был раздавлен и поникший я жить не хотел, мне не было интереса к жизни. Казалось бы, уже и возраст, ты все знаешь, что на самом деле ты ничего не знаешь. И... Программа, вот эта, которая Ирина нам преподавала, она дала мне надежду. Дала надежду на то, что... Ну, у меня умерла супруга, я остался отец-премя-мальчик. И... Мне тяжело было, я сам, еще раз повторюсь, не хотел жить, несмотря на то, что были дети. Все было для меня как-то мрачно, и... Как будет, так будет. И... Когда я начал приходить на группу, посещать, я почувствовал близость и... Ну, тех людей, которые со мной на группе, то есть я не один такой. Нас много, и... Важно, когда мы помогаем друг другу. И... Потому что я уже повторюсь, буду разбить во всех сферах. И... Почему важно и нужно? Сейчас я себя чувствую очень прекрасно. Я вновь ощущаю те моменты жизни, где я могу своим детям что-то рассказать, дать какой-то урок. Могу с ними просто поговорить, как с друзьями. Не так, что говорят, а как с другом. поделиться. как-то так. Что раньше я этого не мог делать. Потому что мне было стыдно за самого себя, что так было в моей жизни. Спасибо большое вам за мнение. Я хочу теперь, чтобы и другие участники, участницы и участники, которые слушают нас онлайн, поделились своим опытом. Вот насколько вы нашли себя в истории, в ситуациях, которые описали наши сегодняшние героини. Я взялся опять ко мне? Да, и к вам, Денис. То, что вы слышали вот эти истории наших участниц, как вы себя, вот насколько вы ощутили, что эти истории вам близки и ситуации, с которыми они столкнулись, дискриминация, и не только, они передают и вашу историю. Да, я полную, как мы, в принципе, параллельно. Почему? Потому что я сам бывший употреблял наркотики много лет. Я тоже был избоем в обществе, была стигла, что меня не принимают. Но, я еще раз повторюсь, поддержка всех тех людей, кто непременно прошел это на своем опыте, это очень важно. Когда ты слышишь человека, который это не проходил, ты как бы прислушиваешься, но не то. Тебя больше сближает, когда, вот как девочка, ты прошел то же самое, что и они. Услышал, как они выходили с этого, с депрессией, со всего. Хоть я и мужчина, но очень важно прислушиваться к женщинам. Очень. Я согласен с девочками, что они сильные, что красивые. Я рад, что я с ними столкнулся, и мне приятно. Спасибо вам большое, Денис. Я бы хотела спросить вот других участниц, которые к нам подключились. Марьяна, если вы нас слышите. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о вашем опыте. Как вы себя чувствуете сейчас, когда мы на заключительном мероприятии данной программе? И что бы вы хотели добавить? Я сейчас себя чувствую хорошо. В целом, здоровье отличное. Что хотела добавить? То, что дала мне опыт выбирать людей, потому что... Марьяна, ты слышишь меня? Да, я слышу. Марьяночка, давай мы по-другому зададим вопрос. Я помню, что ты очень была активна на всех тренингах, на наших встречах, в нашей группе в WhatsApp. ты могла бы поделиться, что ты вот оттуда извлекла, когда это был 20-й год, и что ты извлекла вот с этой программой, вот с этих встреч с женщинами, в группе, когда у вас там в WhatsApp до сих пор, я знаю, что вы там переписываетесь, общаетесь. Что ты извлекла для себя благодаря вот менторской программе, Марьяш? Девочки, благодаря вам у меня есть защищённость, я почувствовала себя неодинокой, потому что в жизни и в работе я стараюсь больше с людьми не общаться, ну как, я не такая открытая, как в основном, но с вами, с вами можно поговорить обо всём, это радует. Вы мне даёте надежду, вы мне помогаете, я очень благодарна о том, что вы есть, очень благодарна вам, помогаете и советам, и делам, огромная благодарность. Марьяна, спасибо вам большое за то, что вы нашли время и не только присутствовали, участвовали активно в этой программе, но и поделились своим опытом. Я хочу передать слово и Татьяне, если вы нас слушаете. Татьяна? Татьяна? Хорошо, пока, да, пока Татьяна подключается. Да, Татьяна, есть я. Татьяна, здравствуйте. Если бы хотели бы добавить, тоже немножко рассказать о вашем опыте, как программа изменилась. Вы меня видите? Вы меня видите и слышите, я надеюсь. Да, мы слышим вас. Как программа изменила вашу жизнь? Татьяна? Что-то с интернетом. На предестрове там тяжелее ловит. ну что делать? Это интернет. Татьяна, если вы меня слышите, скажите, как программа помогла вам и изменила... Что-то происходит с интернетом вдруг. Когда захотела поговорить. Ну, так как у нас все-таки нас, к сожалению, не слышит Татьяна, мы должны продолжать. Я благодарю от души всех наших участниц за то, что они поделились своими мотивирующими историями. Я не понимаю, что происходит. Вы меня слышите? Да. Я вас прошу занять место в зале. У вас поднялся... Спасибо вам большое. Дорогие друзья, теперь я приглашаю вас к диалогу с главными партнерами этой программы, с агентствами по развитию, с теми, благодаря чему доверию эта программа состоялась. С ними мы поговорим о важности расширения прав и возможности женщин, живущих с ВИЧ. Приглашаю на сцену к нам Светлану Пламодиал, это страновой менеджер ЮНЕЙЦ в Республике Молдова. Ее превосходительство Катарина Фрид, посол Швеции в Республике Молдова и Саймон Спрингетт, постоянный координатор ООН в Молдове. И, конечно же, Владимир Флоча, кто помогает нам с переводом. Прошу вас. Стигма и дискриминация в связи с ВИЧ влияет на эмоциональное благополучие, психологическое здоровье людей, живущих в этом статусе. Женщины с ВИЧ, конечно, более уязвимы, чем мужчины. И об этом говорят исследования в области стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ-статусом. Они чаще сталкиваются с безработицей, с трудностями в содержании семьи, с домашним насилием. И, конечно же, им нужно предлагать больше усилий, чтобы иметь качественную полноценную жизнь. Светлана, я бы хотела вас спросить, вот расскажите, насколько важно было мотивировать женщин, живущих с ВИЧ, для того, чтобы они знали о правах и смогли иметь более качественную жизнь. здравствуйте всем, здравствуйте, извините, здравствуйте всем женщинам в зале, здравствуйте всем участникам в онлайн, извините за мой голос, он слишком много сидел. Сейчас водичку, Светлана, сейчас пока, и вы можете взять водичку пока... И спасибо вам, всем, что нашли время, потому что это рабочее время для почти всех нас. Спасибо большое. Я хотела бы спросить, насколько я могу перейти на английском. Я несколько... Немножко на английском, немножко на русском отвечу. Спасибо. Я отвечу в английском к этому вопросу. Я думаю, и я тоже я думаю, что я работаю в ХАВ уже 20 лет. Я работаю с ХАВ в протяжении 20 лет. И я еще... И я еще... И я еще... And I think still that living with HIV in Молдова is quite a burden. Я все еще считаю, что жить с HIV в Молдове это все еще сложная вещь. И это и это difficult not because of HIV. Это сложно не из-за того, что у человека HIV. WHO or World Health Organization several years ago категорized HIV as a chronic disease. In Молдова there is treatment who improves the health conditions for free. It is accessible and available and available to all. В Молдове имеется курс лечения который бесплатный курс лечения который помогает намного улучшить состояние здоровья человека с HIV. So it is not about it. It is not about HIV. Mostly HIV is a burden due to people around. To their attitudes and behaviors of highly stigmatizing, judging and discriminating. As Victoria said, there are data globally but also locally that inform that stigma and discrimination is a burden both to services but also to the fulfillment of rights. So all those data about stigma about discrimination about barriers related to it informed of course the need for that program. And we have to recognize that women are even more vulnerable. They also face gender-based violence. they have to take care of the kids, of the homes, of the husbands, and so on and so forth. So more burdens on their shoulders even. women At the same time, in my experience I met wonderful women I have to recognize в то же время за мой опыт работы я встречала прекрасных женщин в своей жизни и я честно думала сказать strong women Russian plus English in the same sentence and I would also mean that I met strong women as well I wanted to say strong but yeah I have to thank Tatiana for saying that we are women and not being strong is also okay я также хотела сказать сильные женщины но благодаря Татьяне я поняла что женское качество оно также очень важно для понимания этого феномена so yeah I met wonderful women and a short story I want to tell about the women from Belts a woman from Belts who at that time was living with HIV but also raising her two kids and struggling to adopt a child from a family where parents died of AIDS Yeah I met many women but in частности I would like to tell you about the story of a woman from Belts who raised two children and also who fought for the right She succeeded and I was strongly at that time thinking that the community of those women who are fighting for their rights and who are trying to have the community being stronger has to increase that community of women has to increase that solidarity and that sharing has to be there not for single persons but also for communities and thanks to Sweden and thanks to other UN agencies we are six in that program you can only see United Nations so thanks to all of us I think we have these wonderful results of tens of women because there are around 120 women that went through that program and we have also men starting this year that took their destiny a little bit differently We've also developed communitarian which is unique and somehow in Europe but also even larger than that because it's at the community level it's sustainable and we also worked a lot with legal norms and practices so I think we have even bigger results than the mentoring program and also we have managed to develop more and human and humanitarian help in terms of development Доконтактная профилактика, там сделали, и также работая с практиками и нормативными законодательными нормами. Спасибо, спасибо. И, да, I think that another great result is that about the program, through the global report, almost the whole world, but it is also implemented now in other countries, as Irina said, in Belarus, without her involvement, but also in Kazakhstan. А также большим достижением этой программы является то, что мы через глобальный отчет смогли развить идею этой программы также и в Беларуси, и в Казахстане. Несомненно, это действительно прекрасные результаты, и я очень рада, что мы могли поделиться этими результатами сейчас. А скажите, вот какие, по вашему мнению, должны быть приоритеты на национальном уровне для социализации, для интеграции людей, живущих с ВИЧ в Республике Молдова? I think that those priorities are there, firstly, reflected into the national program, which is now running by 2025. So, the national program looks at integration of people living with HIV through several dimensions. The first one is working with the normative framework. Значит, одним из аспектов является работа с законодательной базой. И мы успели проделать большую работу во время этих лет на обоих берегах Днестра. But in the same time, it is not only about having beautiful norms and laws, it is also about how do we implement those. And we had several examples of women who were knocking at the doors so that their rights and those laws that are on the paper are also in life. The second one is still working with destigmatization of people living with HIV. Значит, вторым аспектом является также, как люди работают с дестигматизацией людей, которые сталкиваются с проблемой HIV. And with the support of that program, but also involving UN Women, Global Fund, we developed a roadmap. И также при помощи поддержки вот этой программы, а также UN-AID, мы смогли продолжить эту программу. So, the roadmap looks at the individual stigma, like the mentoring program, but also in the general population and in health institutions. Значит, план нашей работы помогает работать со стигматизацией, а также со стигматизацией в обществе, но и на индивидуальном уровне, как менторинговая программа. And the third one is, I would say, making synergies with already existing programs that integrate and socialize people. And I have to bring just several examples. One is of how the practice is there, how to socialize and how to integrate people or former detainees or former people who use drugs. Также третьим аспектом нашей программы является интеграция людей с HIV, а также включение в эту программу бывших заключенных или людей, которые употребляли наркотики. So, those programs are there. They have to be synergized and extended. Значит, эти программы, они уже имеют продолжение. Они должны внедряться в общество. Таким образом, у нас как бы три основных направления, три основных столба, на котором действует наша программа. Это законодательная база, дестигматизация, а также кооперация с другими организациями и внедрение людей и практик. Значит, менторская программа является дверью к другим людям. Спасибо вам большое. Несомненно, менторская программа помогла очень многим людям, и не только женщинам, но и мужчинам, живущим с ВИЧ, и изменила их судьбы. И судьбы не только этих людей, но и их близких, потому что мы понимаем, что все взаимосвязано. Спасибо. На протяжении многих лет посольство Швеции в Республике Молдовы выступало за продвижение и защиту прав человека. Считаю, что каждый человек должен пользоваться своими правами, и с ним нужно обращаться, конечно же, с достоинством. Ваше превосходительство, госпожа посол Катарина Фрид, я приглашаю вас поделиться своим мнением, своим опытом, и ответить нам на вопрос, почему общество, в том числе и молдавское, должны продвигать на повестке дня права человека, а также гендерное равенство. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили меня на это заседание. И хотелось бы сказать спасибо всем, которые присутствуют здесь, в зале, за эту возможность. Спасибо. Я считаю, что есть очень много мотивов для того, чтобы продвигать в обществе гендерное равенство и отсутствие насилия. Я приведу вам три основных мотива, которые очень важны. Первое, что human rights is really about giving everyone an opportunity to have a good life. В первую очередь, это то, что права человека дают каждому возможность жить хорошую жизнь. Для этого нам, конечно, нужны такие возможности, как образование, как здоровье, доступ к здравоохранению. И также очень важно понимать, что мы все рождены в одинаковых условиях, в равных условиях. Мы являемся свободными от различных предрассудков. The second point, that this is actually part of our social contract between the government and our citizens. The government is obliged to fulfill our human rights. И также мы должны учитывать, что существует контракт между государством и каждым человеком. И также третья часть является тем, что государству выгодно продвигать права человека, потому что тем самым оно предоставляет качественную жизнь людям. People that feel good and have what they need and have access to anything that they need for having this good life are both more productive and resilient. Значит, люди, которые в тех случаях, когда им предоставляются права одинаковые, они более продуктивны в своей жизни, имеют лучшее качество жизни. Если у нас соблюдаются права человека, у нас также повышается уровень жизни. И качество демократии в государстве имеет лучшее состояние. По опыту Швеции, соблюдение прав человека позволило развить очень высокий уровень жизни в стране. По опыту Швеции, мы достигли большего привлечения трудовых ресурсов в стране и повышение уровня экономики. И это важно, почему мы продвигаем сами идеи тут, в Молдове, по поводу прав человека и семейных ценностей. И вот этот проект, о котором мы сейчас обсуждаем, он как бы продвигает права человека в обществе. Мы очень рады быть здесь для того, чтобы отпраздновать результаты этой программы и быть рядом с вами в этот момент. Благодарю вас, ваше превосходительство. Госпожа посол Катарина Фрид, благодарим вас за активное участие. Действительно, я думаю, что и женщины, которые говорили, они тоже присоединятся к вашим словам. И как мы уже услышали по их историям, их жизнь кардинально изменилась, и изменилась и жизнь их близких, близких людей. Наше главное оружие в борьбе с ВИЧ-спидом – это информированность, это уважение друг к другу, а также ответственность. ООН и посольство Швеции в Республике Молдова активизировали свои усилия по укреплению прав человека в Принескровском регионе Республики Молдовы. Благодаря консультациям с гражданским обществом и другими сторонами, принимающими решения, было разработано стратегическое видение в области прав человека. И это способствовало прогрессу в данном регионе. Я хотела бы обратиться к вам, господин Саймон. Скажите, пожалуйста, с чего, по вашему мнению, должны начаться перемены, что касается прав всех граждан, но и женщин, живущих с ВИЧ, чтобы данные права, как сказали спикеры, не только были на бумаге, но и соблюдались на практике? Спасибо за возможность участвовать сегодня в этой встрече. И продолжая идею посла Швеции, И также имея те слова, которые были произнесены здесь, что если ты не делаешь, ты никуда не идешь. И я думаю, что, что я слышал сегодня, это действительно показывает, что это требует настоящего умения, чтобы открыть себя к новым испытаниям. И я думаю, особенно к испытаниям, которые так глубоко лично. И также то, что я услышал здесь, меня очень подвинуло на то, чтобы продолжать эту деятельность. И также я очень благодарен, что мы были услышаны. И также хотелось бы поставить акцент на то, что права человека, они очень сильно влияют на качество нашей жизни. И также все истории, которые я тут услышал, они подтверждают идею, что мы должны бороться за свои права. И действительно необходима смелость для того, чтобы бороться за свои права. И насколько я услышал сегодня то, что было рассказано, вы имеете эту смелость и храбрость продвигать свои права. И я думаю, что, к примеру, Светлана говорит поэ стигма and how difficult stigma is but many times what we don't talk about is you know stigma is real and sometimes people don't don't realize that and I think that is really important to understand because everyone does need support everyone does need someone to talk to and stigma really stigma really does exist but it takes all of us to fight it not individuals who are suffering from it so I'd like to first of all congratulate you on I don't want to say starting this journey because many of you have been on this journey for 25 years but many of you are are new to this journey in terms of the the mentoring program so to congratulate you on starting this journey not only individually but you can't you can't do it individually you have to do it together and that's the whole point of this program I also want to congratulate you not with the beginning of this activity, but with the continuation of the people who participate in this activity and also it you know it takes a it takes a community so thank you to the participants to the mentors to you and aids to the government of Sweden to your families to your neighbors your communities you know it takes real courage and commitment so thank you very much это очень хорошо что создалось такое сообщество в котором участвует много людей поддерживают друг друга помогают друг другу это очень важно для нашего общества благодарим вас и господин спрингет я благодарю и предыдущих спикеров которые поделились своим мнением и действительно очень важно чтобы права человека соблюдались не только до бумаги но и жизни каждого из нас потому что от этого зависит напрямую качество нашей жизни я благодарю вас и приглашаю занять место в зале а теперь я приглашаю на сцену художницу дарью русу а также алу яцко председателя союза за справедливость и здоровье из бельц и жанну велиховую председателя альянса общественного здоровья из террасполя прошу вас пока наши спикеры занимают места в зале каждый из нас бессомненно художник своей судьбы мы можем раскрасить свою жизнь не в те цвета которые нам нравятся и как вы уже смогли заметить дарья дарья удалось изложить на экране цвет внутреннего состояния этих женщин чтобы вдохновить чтобы порадовать и других людей теперь я предоставляю слово художнице дарью русу который объяснит нам значение этих картин и и покажет или расскажет о всей гамме пережитых эмоций которые они показывают прошу вас до добрый день всем во первых скажу спасибо за такую возможность участвовать в таком и и передачу вот эти вот эмоции так я начну с объяснением цветов это так я не помню конечно же не появится по имени извиняюсь но первая женщина что я тут почувствую что означает вот эти вот цвета да синий для меня это означает как неприятие холод невозможность как бы быть и даже в уединении уединение с самим собой тут я видела человека как бы вот эти вот я пыталась передать типа люди но это как это сказать на русском после спущен румына щедрадок моя мультиперсоналитес картриска начала шум то есть она увидела больше как бы личностей которые живут в одном человеке и тут получается что я видела как бы такую борьбу получается между человеком который не принимает себя и попытки проявления себя это те вот желтые человечки да и тут получается шла такая борьба я ее так увидела что в конце вот сел человек все-таки принял в себя себя во первую очередь но и скажем так те темные стороны можем так сказать да но все таки я увидела это в желтом потому что желтое для меня больше идет как теплый но она так есть теплый оттенок теплый цвет и это означает принять это означает любовь это означает то что ты в гармонии с собой да да ты счастлив что ты есть вот как а что насчет следующей участницы надежды как вы ее увидели так это было о веронике что насчет надежды так тут немножко тяжеловато наверное но я объясню первую очередь я тут как-то увидела так бурю какой-то вот в этой стороне опять же тот же оттенок я не вижу это в черном для меня синие потому что как-то холод черное то у меня связано со смертью но все-таки больше синие больше опять буря вот так человек отдален сам от себя и как говорится типа после дождя всегда приходит солнце как это так я увидела и как когда она сказала что у нее она видит себя в скрасках разных но ярких я просто увидела такое типа как это будет на русском там как будто маковое поле ну что-то такое но яркое приятное и тебе хочется в этом жить и тебе приятно это спасибо очень интересно что насчет следующей участии сейчас последние мне казалось это самый не знаю самый тяжелый не то что для меня на состоянии имею ввиду самое тяжелое потому что я ее увидела как свет в конце тоннеля достаточно длинная длинный длинный путь длинный путь это последний татьяна достаточно длинный путь я его увидела но и не только путь но и эмоциональный такой тяжелый цвета опять же синий про который я уже объяснила не буду повториться но тут я пыталась как бы в конце сделать маленького человечка такой который обнимает тебя и он любит тебя и все раз она если не ошибаюсь она говорила о свободе о принятии себя это очень интересно спасибо большое дарья за проделанную работу и было как раз интересно во время обсуждения видите как вы делаете эти работы этого прекрасно союз за справедливость и здоровья избельцы уже более 30 лет предоставляет профилактические и психо социальные услуги для людей живущих и уязвимых к вич я бы хотела обратиться к вам мало вот так как вы являетесь руководителем одной из немногих организаций которые пилотировала в этом году менторство и для мужчин расскажите нам насколько эти цвета передают перемены участниц и что с вашей точки зрения означает эта трансформация спасибо большое я тоже постараюсь на русском но во первых я скажу что новые мы потому что после этого проекта каждая из женщин группы стала новой стала ее стало больше ее стало виднее ее стало добрее к самой себе к другим но мы вокруг те которые наблюдали за вот этой трансформации мы тоже новые потому что мы тоже менялись вместе с этим маленьким миром который рос в рамках нашей организации мы учились вместе мы и не только учились это не только на уровне ценности отношений к жизни отношений к себе к другим но только в том числе в виде практических действий то есть программа она выходит за рамках своих запланированных результатов потому что например мы в рамках организации мы инициировали после начала внедрения этой программы программу супервизии поддержки персонала программ потому что мы поняли как нам это нужно не в виде передачи профессиональных навыков или 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 знаний о виде поддержки друг друга как human being как людей для того чтобы идти дальше вместе с этим выбранным с этой выбранной нашей задачей с этим выбранным нами путем да с этими выбранными нами другими людьми вокруг нас для которых мы работаем поэтому мы стали новыми мы все стали новыми конечно мы стали лучше потому что это обогатило нас дополнительным жизненным опытом дополнительными связями между людьми между нами поэтому очень важно что касается цветов я смотрела на то что делала дарья как бы я слушала и смотрела и у меня появился вопрос который я бы задала и вам всем сколько цветов и нюансов есть в этой жизни существует вообще вы знаете много ирина говорит что очень много для тех кто да да и вижу что как бы никто не знает точно ну я точно тоже не знаю я думаю что такое же разнообразие между людьми как между цветов мы не можем посчитать сколько всего цветов и оттенков так и люди они абсолютно все разные и и наверно нам не стоит людей делить и на мужчин и женщин наверное это не тот признак по которому стоит делить и оценивать людей потому что тут на самом деле социум поставил свою лепту но о важности говорить невозможно и это об этом нам дают понятие цвета кулорили потому что такое большое разнообразие и они могут сосуществовать вместе они не просто существу существует но они очень красивые вместе благодаря друг другу они становятся ярче и ярче ярче они становятся живее поэтому мне кажется что цветы нам способны подавать хорошие уроки да 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 то что мы видели это хорошие уроки как можно вот все это человеческое разнообразие в нашей жизни вместить как жизнь вмещает все это человеческое разнообразие и два цвета или три цвета будут порождать четвертый цвет или 20 цвета могут родить еще и второй и третий цвет это прям точно как у людей так как и так мы продолжаем свой путь в этой жизни в этом мире поэтому я подумала как все таки очень много у нас общего я еще поняла что цветы есть разного рода да например я думала на румынском да я думаю на румынском есть женского рода мужского рода есть те которые могут быть и женского и мужского албастру альбастра рошу роща есть те которые только женского только мужского рода но их все равно можно поставить всех на один лист и они будут красивыми и взаимодополняющими. Либо они могут существовать отдельно, как, например, эти занавески, и они тоже прекрасные сами по себе. Это тема для размышлений, я думаю. Ну, по крайней мере, эта тема у меня получилась как тема, которая будет продолжать, рождать в моей голове какие-то мысли и какие-то идеи для того, чтобы не использовать, а применить это разнообразие и сделать ее плодотворной настолько, насколько она может быть. Да, спасибо вам, я вас поняла. Я думаю, что действительно каждый из нас, кто слушает нас сейчас, согласится, что наша жизнь становится гораздо более ярче, гораздо более красивее краскам и не только эмоциями, но и разнообразием, разнообразию, которое присутствует у нас в обществе. И несмотря на возраст, на гендер, я не знаю, на другие, другие, другие качества, это просто, просто часть нашей жизни, и мы можем очень красиво существовать и получать опыт, учиться друг от друга. Жанна Вериховая является председателем Альянса общественного здоровья из города Тирасполя. Хотя эта организация молодая, она уже известна, хорошей репутацией, но и качественной работой. Скажите нам, пожалуйста, вот с какими трудностями вы столкнулись и как вы помогли достичь таких успехов в этом проекте? То есть что вам помогло? Ну, у нас молодая организация, но далеко не молодая команда, скажем так, потому что многие члены организации, которые в основном это женщины, девочки, имеют большой опыт работы, но даже этот опыт работы не помог нам в той ситуации, когда мы начинали реализовать этот проект. Я как менеджер, естественно, моя задача всегда состоит в том, чтобы проект был реализованный лучшим образом, с как можно меньшим количеством отклонений от плана. Тогда мы, я лично чувствую, что мы выполнили работу на 100%. И когда мы начинали этот проект, мы были очень воодушевлены этой новой идеей для нас, новое содержание проекта, когда мы идем не к каким-то цифрам, как многие привыкли работать, а конкретные люди, конкретные лица, которые мы хотим, чтобы эти лица улыбались в конце проекта. И тут началась пандемия. Один год, второй год, потом начинается ситуация с повышенной террористической опасностью в Приднестровском регионе из-за войны в Украине и так далее. И так вышло, что все эти годы мы работали в условиях кризиса. И, конечно же, это на первом этапе нас достаточно сильно шокировало, потому что мы поняли, что не получается работать так, как мы хотели с самого начала. И девочки были тоже немного и напуганы, и в состоянии такого разочарования в том, что мы не можем сделать то, что мы хотим. Многие не имели телефонов для того, чтобы работать в онлайн. Мы начинали, фактически, я вот сейчас подумала, что менторство это был, наверное, первый проект, на котором мы учились работать в онлайн, потому что здесь мероприятия и встречи идут постоянно, и на нем, собственно, многие узнали, что такое Zoom в нашей организации, и даже наши бенефицарки уже потом со временем знали, что это такое, когда другие еще не знали. И, конечно же, это были сложности, которым приходилось адаптироваться. Не все получалось так, как хотелось, но мы очень старались, чтобы все-таки при любой возможности организовать тяжелое общение. Когда была весна, мы встречались на улице, в парке и так далее, для того, чтобы все-таки можно было смотреть человеку глаза в глаза. Если нет, использовали возможности онлайн. Второй, наверное, такой сложностью, которую бы я выделила, это нестабильность и неустойчивость бенефициаров. В каком плане? Мы себе нарисовали идеальную картину, что мы берем какое-то количество женщин, и эти женщины у нас как по расписанию приходят на все встречи, но на самом деле жизнь не такая. Если бы эти женщины были настолько благополучны, они бы, наверное, не участвовали в этом проекте. И мы тоже работали вот с Натальей, которая была у нас менторкой два года, мы работали над тем, чтобы изменить себя и понять, что не вот не все получается так, как хочется, что мы должны в первую очередь видеть живых людей и идти навстречу их потребностям. И я продолжу, наверное, вот слова предыдущих участниц и Аллы, что этот проект изменил не только наших бенефициарок, он даже изменил меня лично как менеджера, потому что я тоже перестала видеть идеал, и что если у меня не получается идеал, то это значит, это крах, это крах меня как руководителя. На самом деле мы поняли, что идеал — это счастливые лица, которые мы видим, это результаты, которые мы видим, это те позитивные изменения, которых достигли наши участницы. И тоже у меня появилась идея, когда выступала госпожа Светлана и говорила о комплексности, о связи с другими единицами, да, и мы отмечали успехи в законодательстве в Приднестровском регионе. И вот как один короткий пример я опять же могу сказать о том, что участница нашей менторской программы, которая переживала за то, что она не может работать мастером маникюра из-за ее диагноза, в рамках этого проекта в том числе она обращалась, переборола свой страх и обращалась в публичные учреждения с тем, чтобы изменить законодательство. Конечно же, мы со своей стороны это поддерживали. Сейчас эта девушка успешно работает, то есть изменилось законодательство, изменилась практика, девушка успешно работает тем, кем она хотела и уже имеет такую клиентскую базу, что к ней записаться нужно. Я вот хочу, я жду через как бы три недели, хотя я была непосредственно ее руководителем какое-то время. Поэтому вот это результаты, которые стоит, наверное, забыть о тех сложностях, с которыми мы сталкивались, понимать, что они есть, но даже десяток счастливых глаз, это стоит того. Я думаю, даже глаз было гораздо больше. И спасибо вам огромное за то, что вы поделились вашим мнением, но и извлеченными уроками лично для вас, потому что действительно программа, это изменило не только участниц, наставниц, но и всех, 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 которые как-то коснулись нее, и теперь мы могли услышать не только их истории, но увидеть их горящие глаза. Я хочу спросить, если кто-то в зале хочет или имеет какой-то вопрос к спикерам или хочет что-то добавить, мы передадим вам микрофон. Вопросов пока нет и комментариев. Я благодарю вас, спикеров и те, которые уже выступили со своими историями, рассказали о своем опыте. И уважаемые гости, так как уже время пришло сказать заключительное слово, дорогие друзья, наше мероприятие подошло к концу. Огромное спасибо всем за активное участие, за вовлеченность, спасибо всем женщинам, которые присутствовали у нас в зале, но и мужчинам и женщинам, которые подключились через онлайн. Желаю всем хорошего настроения и продуктивного дня. Всего доброго. И вам спасибо.